всем привет отгадайте что мы сегодня будем ремонтировать правильно это моноблок вообще эти девайсы в нашей кузнице бывают редко уже не знаю или у людей на руках их мало или редко ломаются или просто не доверяют ремонт таким кохозникам как мы но вот этот девайс нам прислал подписчик аж из еще не придумал с какого города короче с его слов моноблок уже был в официальном сервисе там выявили неисправный процессор он здесь кстати комбинированный шестого поколения они там заказали плату за оверпрайс но она типа пришла бракованная и поэтому моноблок выдали без ремонта я сразу сказал что таких процессоров свободной продажи на территории рф нету она алиэкспресс покупать такие дорогущие процессоры я боюсь ибо это чревато по подосам на бабос потому что потом доказать неисправность чипа после его в пайке будет невозможно в общем владелец настоял чтобы мы его приняли а вдруг там не процессор и собственно вот он уже у нас стоит вот у меня здесь на рабочем столе поэтому перемещаемся на другую камеру и будем пытаться его ремонтировать моноблок имеет диагональ экрана 22 дюйма с full hd разрешением процессор core i3 шестого поколения 8 гигов оперативки и накопитель объемом 1 терабайт одним словом добротный офисный компьютер линейка asus v222 выпускается до сих пор правда уже на более свежих процессорах если вы задумались о покупке подобного моноблока то перед походом в магазин рекомендую простудировать я каталог чтобы не тратить время на просмотр неподходящих вариантов здесь имеется куча фильтров воспользуемся следующими далее я сортирую по возрастанию цены затем просто добавлю в сравнение несколько приглянувшихся вариантов здесь я уже наглядно вижу различия между ними отсюда же можно сразу перейти на сайт магазина для заказа напоминаю что я каталог доступен не только в рф но еще и в казахстане как обычно в случае когда девайс пришел с другого сервиса я всегда его сначала разбираю надо отдать должное инженером asus за то что разборка производится очень легко что не часто встречается в моноблоках нужно открутить четыре винта в нижней части корпуса и аккуратно поддеть лопаткой сбоку после чего модуль с экраном легко отстегивается отсоединяем коннекторы подсветки экрана шлифа камеры и дисплея на данном этапе экран нам не нужен поэтому убираем его в сторону на металлическом кожухе на системной плате имеется надпись сгорел цпу по дата скорее всего имеется ввиду по дата линиям usb портов вообще предыдущий сервис молодцы все подписано на самой материнской плате следов вмешательства почти нет почти потому что по классике флешку бьются все-таки прошивали ну кто знает а вдруг после перепрошивки кз уйдет ладно давайте проверим что там с линиями дата в usb разъеме по-быстрому нам в этом поможет тестер usb вставляем пищит значит дата линии действительно закорочены причем во всех портах на самом деле симптом мягко говоря фиговенький потому что эти самые дата линии идут напрямую в чипсет а так как у нас процессор комбинированный то есть совмещен с чипсетом то к замене приговаривается весь процессор а процессор здесь core i3 шестого поколения и это вдвойне прискорбно потому что их продажи нигде нет ну окей многие пишут нафиг менять процессор когда можно плату купить на авито идем на авито предложение здесь собственно где они еще остается алиэкспресс ну уж там-то по-любому есть что за невезуха и тут ничего но может в каких-то интернет магазинах имеется такие давайте спросим у гугла и тут облом короче нет этих плат каких процессоров владельцу моноблока я сообщил себе печальную новость он конечно расстроился потому что не ожидал что дядя ноутбукер тоже ничего сделать не сможет ну и решили что я вышлю его обратно без ремонта но сам факт что неисправность простейшая а сделать не могу меня сильно напрягал и раз уж клиент действительно нужен рабочий моноблок и он готов заплатить за ремонт и ждать сколько нужно то мной было предложено следующее решение на алиэкспрессе я найду рабочую материнскую плату на ноутбук с таким же процессором и пересажу его на плату моноблока несомненным плюсом такого решения будет то что я сразу смогу проверить исправность процессора минусом будет конечно цена так как покупаем плату они отдельно процессор хотя отдельно новый такой процессор стоил бы примерно также теперь осталось найти плату с таким процессором но это еще не все процессор должен быть с отключенной функции будет город из-за которой он не заведется на другой материнке насколько мне известно на платах asus эту функцию не задействовали вообще поэтому будем искать плату asus таким процессором минут через 30 поисков я нашел оптимальный вариант по цене времени доставки с хорошим рейтингом продавца хоп монтаж и плата уже у меня сейчас сразу проверим ее работоспособность люблю asus за то что без батарейки bios плата автоматически запускается при подключении зарядника в биосе проц определился думаю такой проверки достаточно теперь можно демонтировать процессор с платы ой я это уже сделал процессор я тоже уже отриболил теперь достаем плату моноблока на всякий еще раз проверю на замыкание а то вдруг замыкание самоустранилось но нет чуда не произошло идем в паялку менять прос с вашего позволения я не буду комментировать происходящее поэтому просто смотрим как подвальный мастер у которого нет денег на нормальную паялку паять процессор феном лево похода лево похода похода Ну что, вроде бы запаялась неплохо. Идём проверять. Ещё раз визуально осматриваю. Логично, что я ещё раз проверю тестером даталинии. Тестер не звенит, значит всё ок. Вы уже поняли, что у меня паранойя и я всё по 10 раз проверяю. Подключаем зарядник иииииииии... Так, а что-то ничего не происходит. Похоже, я феном всё-таки убил процессор. Никогда такого не было и вот опять. Хрен вам, не дождётесь злопыхатели. Просто именно у этой системной платы нет автостарта при подключении зарядника, как это обычно бывает на платах Asus от ноутбуков. И надо включать с кнопки. Включаем. Есть запуск. Процессор греется. Так как это первый запуск после сброса к MOS, да ещё и с грязным ME регионным, то инициализация платы будет очень долгой. Прям очень долгой. И вот тестер пропищал. Значит плата прогрузилась. Теперь то же самое, только с подключенной матрицей. Есть изображение. Отлично. Далее необходимо очистить ME регион в биосе. Для этого выпаиваем флешку. Вычитываем программатором dump. Открываем его в ME аналайзер. Смотрим версию ME и версию феникс-тула, которым будем работать с данным биосом. Затем открываем слитый биос с соответствующим феникс-тулом. После чего в папке данной проги появится папка с данной прошивкой, но разбитой на модули. Нас интересует модуль ME. Смотрим его размер. Далее открываем репозиторий с такой же версией ME и берём подходящий по размеру и коду процессора. Закидываем этот модуль в папку феникс-тула. Старые модули ME копируем куда-нибудь. Затем сохраняем проект и снова его открываем. Жмём собрать образ прошивки. Теперь в папке феникс-тула появился новый файл. Смотрим его в ME аналайзере. Теперь статус конфигурирован, вместо ранее инициализирован. Зашиваем новый биос во флешку и запаиваем её на место. Пробуем запустить. Теперь включение можно сказать мгновенно. Я бы очень хотел сказать, что ремонт этого аппарата завершён. Но мои приключения с ним только начались. В ходе тестов вылезла проблема со звуком. А именно, при проигрывании любого звука появляется довольно громкий низкочастотный писк. Причём писк не из динамиков. Я их вообще отсоединил. Пытался записать этот звук на камеру, но обнаружил, что почти ничего не слышно. Но когда ты рядом с моноблоком, он хорошо слышен, будто комар пищит над духом. В общем, я пришёл к тому, что пищит какой-то элемент на системной плате в районе звукового кодека. Проблема заключается в том, что на слух определить, что пищит нереально. Потому что пищит всё. Я даже сделал трубочку, чтобы послушать более локально, но без толку. И мы переходим к старому проверенному методу. Методу тыка. Будем выпаивать микрухи по очереди, пока не прекратится писк. Разумеется, первым делом я заменил звуковой кодек. Но это не помогло. Далее я снял микросхему TPA3110, которая является усилителем. И писк прекратился. Но всё, проблема вроде найдена. Разумеется, такая микруха только на Алиэкспресс. А это значит, почти готовый аппарат убирается на месяц на полку ожидать запчасть. Через месяц микруха приехала. Я её поставил, и каково было моё удивление, писк никуда не пропал. Хочу добавить, что ни схему, ни бортфью на этот аппарат я не нашёл. Поэтому делать придётся всё наугад. Далее я снова попытался ушами прослушать, что же пищит. И мне показалось, что это микруха MP3385, которая находится на обратной стороне, под кодеком. Я её снял и запустил без неё. Разумеется, писк не пропал. Что это была за микруха, я тогда хэзэ. Но за такое безрассудство я чуть позже поплачусь. Затем мой взор пал на микросхему APV8713. Сняв её, писк прекратился. Я поставил такую с донора. Благо она имеется на многих ноутбучных платах Asus. И писк пропал. Звук работает как положено. Всё чётко, громко и без всяких писков. Затем я поставил обратно ту снятую микросхему MP3385. Думаете, это всё? Ну чё, хейтеры, можете открывать шампанское, доставать хлопушки и отмечать. Пыхнула микросхема. Почему это произошло, мне неизвестно. Всё было подключено правильно. Уже готовый аппарат. Уже с рабочим звуком. Включается, нет подсветки. Я, насколько понял, это драйвер подсветки. Ну вот так вот. Этой микросхеме вообще нигде нет. Только её нашёл на Алиэкспресс. Шикардос. Аппарат ещё убирается на месяц. Блин, как же у меня уже бесит. Мне фартануло. На парце продавались доноры за небольшие деньги. Я купил аж две штуки. Так, на всякий случай. Ну и разумеется, я как типичный мастер терапега, тупо перекинул микроху с донора на нашу плату. В общем, я заменил шинку. Всё вроде бы осмотрел, проверил. Также поменял микросхему API-V вот эту вот. На всякий случай. Ну потому что, ну хрен знает, за чего она вообще могла стрелять-то. Ну и при подключении зарядника сразу же произошёл пшик. А что это значит? Это значит, её без плясками продолжается. Ну и как обычно бывает, вот теперь мы берёмся за голову и начинаем разбираться. Тщательно осмотрев обвязку контроллера подсветки MP3385, который я ранее снимал, я обнаружил пробитый резистор, который стоит на выводе ES. На этом выводе контроллер замеряет напряжение индуктора для выставления соответствующего пикового значения. И самое важное, этот вывод не должен висеть в воздухе. Короче, при запитывании платы со снятым контроллером пробивается резистор. Если с пробитым резистором теперь запаять контроллер обратно и запитать плату, то вывод ES теперь будет в воздухе, что влечёт к увеличению пикового напряжения и выходу из строя контроллера, что собственно и произошло. Поэтому менять нужно было и контроллер, и резистор. Ну чё, вроде бы всё сейчас в порядке. Я 10, нет, 20 раз всё перепроверил, перезамерил с рабочей материнской платой. Ну чё, смертную казнь я за это ведь не получу? Я всего лишь не сделаю ремонт в этом году. Ну давай пробовать. Никаких щелчков не раздалось. Это уже радует. Может быть даже светодиоды-подсветки живые после такого перенапряга. Блядь, неужели? Неужели ведь я сжёг? Не верится. Мне не верится. Но радоваться рано. Обязательно может вылезть чё-то ещё. Это ведь закон подлости. Ладно, сейчас подсоберу. Ставлю на тесты. Какой увлекательный квест я получил с этим аппаратом. Ух! Спасибо! Ну всё, аппарат несколько суток в тестах. Работает стабильно. Можно упаковывать и отправлять. А я, пожалуй, пойду схожу в один интересный магазин. Куплю лекарства. Всех с наступающим! Всем мастерам желаю, чтоб все геморрные ремонты остались в 2021 году. А пользователям желаю, чтоб их девайсы не ломались. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем году. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok